Здравствуйте! Вы смотрите новости Кыргызстана с обзором самых заметных событий в студии Аркин Олымбеков. Прежде коротко о главном. Кыргызстан страна чрезвычайных ситуаций, но в бюджете нет денег для того, чтобы обезопасить всех граждан. Все упывают на милость природы. Жалобы поступили, мэр отреагировал. Бешкекский городоначальник снова проехался по столице, чтобы лично убедиться, как в городе обстоят дела. Наши в Барселоне выходец из Кыргызстана Арбола Табаев отобран в футбольную академию каталонского клуба. Вся страна ждет его успеха. Глобальное изменение климата с каждым годом приводит к росту чрезвычайных ситуаций в мире. Ежегодный ущерб от них, к примеру, в Кыргызстане составляет от 30 до 35 миллионов долларов США. Имеющегося на балансе министерства по чрезвычайным ситуациям технического оснащения недостаточно, чтобы вовремя реагировать на вызовы природы. В настоящее время крыгызским спасателям приходится тратить большие средства на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, хотя этих затрат можно было бы избежать, если бы имелась техническая база по предотвращению и прогнозированию природных явлений. Возможно, вопрос технического обеспечения в скором будущем будет решен благодаря зарубежным партнерам. Мы идем к тому, чтобы создавать мобильные группы инженерные, поближе уже к местам чрезвычайных ситуаций. И сейчас в правительстве Японии рассматривается вопрос о выделении гранта для Кыргызстана в размере 3 миллионов долларов на приобретение техники специальной аварийно-спасательной, пожарной и инженерной для нашего министерства. С момента объявления президентом Кыргызстана 2012 года, Годом Семьи и Согласия, многие неправительственные организации и женщины-депутаты начали активно работать в этом направлении. Недавно созданная коалиция женских крыльев политических партий страны стала организовывать встречи, где обсуждаются острые проблемы, касающиеся женщин и детей. В дальнейшем их рекомендации направляются в парламент, но народные избранники зачастую темы, касающиеся женщин, ставят на второй план. И все в основном заканчивается обсуждением или предложением доработать тот или иной законопроект. Дискуссия, посвященная роли женщины и женщин-забирателей в лоббировании их вопросов, состоялась в Бишкеке. Участники, среди которых депутаты, парламенты и лидеры неправительственных организаций, приняли решение избрать рабочую группу для выработки соглашения между форумом женщин-парламентариев и коалицией женских крыльев политических партий. Мы знаем, что все выборные процессы проходят практически на плечах женщин. Но когда дело касается уровня принятия решений, женщин становится все меньше и меньше, как та пирамида. Основа это женщины, а наверху, конечно же, наши мужчины. Ну, мужчинам пора осознать, что женские вопросы, социальные вопросы, конечно же, лучше женщины решать никто не сможет. Теперь в Кыргызстане станет больше поклонников испанского футбольного клуба «Барселона». Не только потому, что там собрались такие звезды, как Месси, Ингеста и Хави, а потому что, возможно, в основном в составе великой команды в будущем появится кыргызстанец Арбол Атабаев. На днях стало известно, что 10-летнего футболиста зачислили футбольную академию каталонского клуба. Мальчик за два месяца прошел три испытательных тура и из числа 300 юных футболистов со всей Европы, Азии и Южной Америки попал в группу из 12 юношей, которые стали воспитанниками всемирно известной команды. Но, как сообщил консул Кыргызстана в Барселоне, который, по словам отца юного дарования, оказал помощь, Арболу предстоит еще не раз доказать специалистам клуба, что он достоин европейского футбольного гранда. Три года учебы и тренировок предстоит Арболу в Академии Барселоны. После он должен сдать еще один экзамен, и только после этого клуб может заключить с ним контракт. И все же, по словам дипломата в истории Кыргызстана, впервые его выходец становится воспитанником европейского клуба топ-уровня. Кстати, сам Арбол – большой поклонник аргентинского нападающего Лионеля Месси. И специалисты отмечают, что стиль игры Арбола схож с манерой игры знаменитого аргентинца. Папа же, мальчик, который сопровождал сына в Испании, отмечает, что там больше всего обратили внимание не на технику, ведение мяча, паса и ударов, а на логическое мышление юного игрока. Что ж, кыргызстанцам остается ждать, пока молодой кыргызский талант подрастет, и уже в основе команды будет творить на стадионах мира такое же футбольное искусство, как его кумир. А может быть, лучше его. Он прекрасно себе показал, очень прекрасно. Я надеялся, что он покажет прекрасно. Он свободно владел мячом, за счет у него, обычно, футболистов ведет эта голова, чтобы был светлый, да? Чтоб он видел все, да, технически и вот мышление, мышление, да. У него очень хороший был. Потому что у них есть там дети такие быстрые, шустрые, очень быстрые, шустрые, да? Водится, нет, оно такое нам не нужно, говорит. Нам вот светлая голова, мышление, техника, все. Наша школа таких принимает, говорит. Он будет учиться обычной барселонской школе, то есть каталанской школе. То есть это провинция Каталония. Как мне сказали и тренера, и те люди, которые с ним общались в течение двух месяцев, они сказали, что Ербол общительный, активный и легко адаптировался вот в течение два месяца. Это очень важно с точки зрения психологии. Мэр снова поехал по городской территории с инспекционной поездкой. Жители Бишкека должны бы обрадоваться такому поступку городоначальника, но всегда возникает вопрос, действительно ли все изменится к лучшему. Тем более, что мэр не в первый раз ездит по городу, но проблем от этого меньше не стало. Некоторым горожанам, делающим сегодня покупки на Ошском рынке в Бишкеке, пришлось немного удивиться. По базару вместе с ними ходил мэр города, а за ним следовали человек сто чиновников и журналистов. Толкаться городоначальник приехал не за покупками. Хотел лично увидеть, что еще нужно изменить на территории рынка. Увидел. Все та же стихийная торговля. Сказал, что решит этот вопрос. Тем более, что на днях здесь начнется реконструкция дорог. Их расширят. Всех, кто не помещается, мэрия попросит перейти на другой рынок. Уже даже предоставляются места. Однако многие торговцы покидать облюбованные участки, судя по всему, не собираются. Мэр в полемику с коммерсантами вступать не стал. Лишь отметил, что хочет как лучшим. Хотя бы создать элементарные условия для горожан, приехавших за продуктами. Надо сказать, что Исоу Муркулова за его инициативы по Ошскому рынку не любят многие торговцы этого базара. Ими неоднократно устраивались митинги. Кроме этого, в интернете, на форумах, градоначальника часто порицают за якобы слишком большие траты бюджета на цветы в городе. Сам мэр столицы не понимает, что плохого в том, что он хочет вернуть городу статус самого зеленого на постсоветском пространстве. Я думаю, это радует глаза и приятно. К примеру, в прошлом году полностью на озеленение города было направлено 168 миллионов сумм. К сожалению, в этом году нам выделили 120 миллионов. Позже Исау Муркулов поделился с нами, что быть мэром как минимум нелегко. Постоянные нападки со всех сторон. Причем горожане, по его словам, часто приписывают ему то, в чем виновато бывшее руководство столичного муниципалитета. Это, к примеру, проданные в частные руки земли в городе, на местах детских площадок и скверов. Теперь там строятся элитные дома. При мне же, твердит мэр, не было продано ни одной пяти земли в Бишкеке. И даже было возвращено пять гектаров. И потом, помните, когда захват земель был в апреле года, я, наверное, грудью защитил это все. Толпа по две-три тысячи, я их один встречал, если народ еще, если забыл. Все готовы к выборам осенью. Отчернить меня, значит, на этом зарабатывать, скажем, очки, да, политические. Несмотря на то, что мэр – должность сугубо исполнительной ветви власти, политики здесь никто не исключает. Хотя для города, прежде всего, важно, как живет столица. А политика уж потом. Эркин Олымбеков, Нурлан Сатышев, Бишкек, Кыргызстан. Это все, о чем мы успели рассказать. Спасибо за внимание и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok